здравствуйте коллеги с вами саков роман компания адмиралс и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня понедельник поэтому мы традиционно обсудим как она закрылась неделя предыдущая что нам ожидать на этой неделе ну и разберем ключевые события и также начиная с этой недели мы немного меняем формат наших выпусков мы будем делать видео по понедельникам и мы будем освещать чуть больше информации чтобы было как раз тот задел с которым имеет смысл работать на предыдущей неделе но я также буду давать обзоры по валютному рынку по фондовому рынку по отдельным акциям да и буду включать всю эту информацию данный обзор напишите в комментариях как вам данный формат насколько он подходит чтобы вы хотели видеть в этих видео и я со своей стороны также постараюсь это сделать ну и в целом если вам нравятся эти видео не забывайте ставить лайк и меня вопросы которые появляются на по теме выпуска то также обязательно оставляйте в комментариях и так а у нас заканчивается месяц давно заканчивается май на предыдущих видео мы разбирали ситуацию сел и мэйн голубой ну вот сейчас это ситуация несколько не оправдалось потому что рынок все-таки находится на исторических максимумах и рост он также на продолжается вот как раз сегодня мы обсудим что на что ждать дальше и что происходит да вот на текущий момент конечно если посмотреть то есть ту заставку которыми стоит как раз на обложке к этому видео это результаты за год да то есть за последний год с мая двадцатого года по май двадцать первого года то как вели себя компании конечно мы видим что здесь самый хороший рост там был в технологичном секторе там microsoft apple google amazon а тесла 274 процента на к текущему моменту да вот именно за год да но в целом мы видим что рынок несколько уже подвыдохся да то есть рынок уже устает если мы посмотрим то же самое выражение но в течение всего года да то есть за 2021 года здесь динамика уже не столь позитивная microsoft там например плюс 12 процентов apple минус 6 а google показал себя хорошо плюс 34 процента amazon минус один процент ну и так далее то есть бенефициарами конечно роста в этом году были это банковский сектор в первую очередь да там и компании из индустриального сектора энергетика довольно таки себя тоже неплохо показывала но опять же сейчас важно понимать то что ситуация с инфляцией она становится довольно таки опасно да то есть рынок боится инфляции а федеральная резервная служба пока сдерживает эти опасения но уже например такие инструменты как золото а вновь начинают бить рекорды и уже по золотому видимо уровень 1900 то есть туда уходят инвесторы и таким образом пытаются защититься от этой инфляции а также если посмотреть на пир и шо да в целом по компании который входит высоты 500 здесь мы видим все но большинство в красной зоне да где-то колеблется в среднем от 30 до 40 годовых прибыли необходимо для того чтобы как раз обернуть на компанию по доходам то здесь мы видим что рынок он довольно таки перегрет конечно есть отдельные компании которые там финансовом секторе в секторе страхования на который пока все еще выглядят неплохо с точки зрения пир и шоу но туда и заходило гораздо меньше денег опять же здесь отдельные истории могут появляться ну собственно как я также строю свой подход а с точки зрения инвестиций выбирая отдельные компании особенно если это был или гроу статус но первую очередь выл иуда в данном случае и вот я еще недооцененной компании мне как раз точечно захожу да то есть вот такой у меня на подход поэтому сейчас что опять же важно понимать лето может быть довольно таки неспокойно на рынке да мы можем увидеть коррекцию там 10-15-20 процентов вполне вероятно что это может произойти а поэтому здесь тоже нужно быть к этому готовым с одной стороны накапливать кэш до чтобы для того чтобы перезайти как раз там в наиболее интересная акция но в то же время да мы можем должны понимать что это движение может продлиться еще месяц-два и только там концу лета мы можем видеть эту коррекцию поэтому совсем выходить из акции здесь тоже не совсем правильно но здесь важно вот опять же соблюсти этот баланс я для себя тоже буду рассказывать как я буду действовать со своей стороны и видео и в подкастах я тоже об этом буду говорить а теперь что у нас сейчас происходит по индексу викс индекс викс у нас вновь вернулся ниже уровня 20 да это такой ключевой рубеж по данному индикатору и индикатору страха а если мы находимся в зоне ниже 20 то рынок воспринимает это как отсутствие страха да и ну и соответственно рынок на этом тоже может продолжать расти соответственно а пока здесь никакого негатива у нас не появляется особенно прошлой неделе мы обратно вернулись за эту область поэтому здесь пока все более-менее более-менее что называется стабильно да поэтому запас роста у рынка все еще остается то сейчас мы где-то в области 4200 торгуемся вполне вероятно что 2 200 300 мы можем до уровня надо идти а собственно европа сегодня открылась некоторым скажем так смешанных смешанных движениях да мы отыгрывали тот позитив который был также на прошлой неделе но сейчас на что рынок будет фокусироваться в первую очередь на этой неделе это non-farm payrolls то есть отчет по занятости который будет облику опубликован как всегда первую пятницу месяца да non-farm payrolls поэтому здесь почему рынки это ждут потому что а прошлый отчет был провальный хотя на никакой сильной там коррекции мы не видим увидели да коррекцию но и от купили довольно таки быстро поэтому сейчас рынок закладывает ожидания то что данный показатель будет 674 тысячи против 266 которые были опубликованы месяцем ранее ну и ожидалось на тот момент да практически миллион то есть в четыре раза а хуже эти данные были опубликованы поэтому на если данные выйдут позитивными да по крайней мере на уровне там 500 600 то рынок вероятно воспринимает это позитивно если будет опять же снижение как мы видели в прошлом месяце то тогда это будет определенные звоночки где уже инвесторы второй раз могут так быстро коррекцию нет купите тогда федеральной резервной системе уже нужно будет делать действовать более активно а также здесь важно отметить то что 15 16 июня а будут заседание федеральной резервной комиссии мы об этом тоже чуть дальше поговорим это уже планы на июль на июнь да прошу прощения там как раз будет все зависит от заявления джерона паула потому что инфляция растет да растет уже вышли за тот таргет который перед нами стал фрс и вот вопрос как буду действовать дальше насчет политики количественного смягчения да как это будет происходить и опять же относительно ставок да то есть когда они ожидают начала повышения процентных ставок да то есть это все то что ждет рынок ну и опять же по итогам по итогам мая во первых по инфляции да то есть мы видим то что инфляция уже там в районе 3 3 процентов сейчас находится и собственно здесь еще привезла статистика на сайте и пересечь то как себя ввел индекс s&p 500 первые 100 торговых дней года да то есть у нас фактически 100 дней как раз именно торговлю в этом году они прошли да но берутся именно торговые сессии да то есть не там не выходные так вот 21 год не самый лучший не самый лучший то здесь фактически мы видим что 11 процентов за первые 100 дней s&p 500 прибавил хотя были года там 75-м 32 процента но в среднее среднее значение это 86 поэтому любом случае рынок ведет себя лучше чем лучше чем а предыдущие предыдущие года поэтому здесь тоже это важно понимать ну как итог года пока этого нет то есть хотя здесь есть посмотреть то что многие как раз то что мы видели в первые 100 дней роста затем к концу года мы могли видеть коррекцию в целом больше зеленых уровней хоть может и случится коррекция но с большей вероятностью она она останется в рамках краса позитивно зеленой зоны если мы берем в годовом выражении а теперь давайте посмотрим какие события нас ожидаются на этой неделе ну во-первых сегодня сша выходной день день памяти а также банковский выходной день великобритании поэтому вот ключевые ключевые биржи закрыты а сегодня поэтому торговля будет ну менее волатильной что называется поэтому участников так много во вторник выйдут данные по ввп канады также индекс менеджер по закупкам от аэсэм будет опубликован по сша здесь мы предыдущие начали был 67 ждать 62 8 это также позитивно для рынка и автор и будет выступлением банка анд председателя банка англии а в среду будет опубликованы данные ну будет выступление президент лагард пройдет в среду в четверг на изменения по запасам до выйдет также индекс индекс менеджеров уже вне производства сектора здесь мы ожидаем снижение да вот именно в непроизводственном а вне производственной части ну и пятница закроется пожалуй ключевым событием это как раз а но он формировался который будет запубликованы ближайшую пятницу каждую первую пятницу месяц поэтому рынке меня за этим следят рынке это очень ждут о том какой будет отчет по рынку труда потому что здесь ключевой момент как раз для фрс это ну для чего разгонять инфляция для того чтобы в том числе как один из ключевых вещей это вернуть безработицу на докризисные доковидные уровни поэтому здесь это вот ну ключевой момент за которым важно следить а теперь давайте посмотрим что происходит по ключевым инструментом евро по отношению к американскому доллару у нас тенденция восходящая продолжается а были в пятницу на попытки уйти ниже отметки 1.21 но опять же достаточно быстро купили поэтому здесь мы в рамках двухмесячного тренда остаемся как раз восходящей формации но мы подбираемся к максимуме января эта отметка чуть выше 1.23 до 1.23 30 где как раз началось последний снижение то есть у нас здесь вот такой боковик поэтому все чем ближе и ближе мы к этому уровню подбираемся тем на опаснее становится у нас покупки поэтому это тоже нужно брать мне фокусе внимание а здесь я бы для себя пробовал заходить по тренду но скорее всего было бы интересно сделать как раз середине мая да здесь пробовал шортить но опять же вблизи области сопротивления но пока рынок этом не подтвердил и движение восходящего все таки сохранятся пока восходящие а по британской валюте если мы смотрим на дневной таймфрейм опять же здесь мы уже подобрались к области сопротивления которые мы видели как раз в январе поэтому мы видим опять вот это замедление роста и по британской валюте поэтому вероятность коррекции здесь тоже довольно таки высока поэтому если торговать британскую валюту здесь нужно быть аккуратным если и заходить то сейчас шорт он больше на больше просматривается, но, опять же, это пока контртрендово, если будет коррекция как раз там в область 1.38-1.37, но это такие среднесрочные, долгосрочные движения, то тогда будет иметь смысл рассмотреть еще раз, перезайти как раз на продолжение роста, заходить по более низкой цене, чем по тем уровням, где мы находимся сейчас. А пара американский доллар, канадский доллар, у нас пока все еще тренд продолжается нисходящий, здесь мы видим определенную остановку, то есть волатильность вторую половину мая была здесь довольно-таки небольшая, но, тем не менее, мы видим, что канадская валюта все еще удерживается выше отметки 1.20, и вблизи этого уровня у нас сформирована как раз поддержка. Опять же, заходить контртрендово здесь пока, я думаю, что не имеет смысла, если будет движение, если будет коррекционное движение, то пока у нас сохраняется тренд нисходящий, то эти возможности стоит использовать как перезаход как раз на продажи по данному инструменту. Пара американский доллар, японская иена. Здесь тоже такая картина похожа, она с евро-долларом, в том числе, что здесь наоборот доллар укреплялся сильнее по отношению к японской иене, и сейчас мы также торгуемся в области максимальных значений, которые мы видели за последние пару месяцев. Здесь коррекция может случиться, тем более, что мы видим, пока пытались мы закрепиться выше отметки 109, да, ушли, вот сейчас цена опять возвращается за этот уровень. Поэтому здесь я для себя, как такую спекулятивную идею поставил сложный ордер на продажу. Мы сегодня закрепились ниже минимумов, которые были сформированы как раз в пятницу. Если будет коррекция примерно на 50% торгового диапазона, который у нас был в пятницу, то вот как раз на этот уровень я поставил sell limit, и стоп у меня стоит за максимум как раз в пятницу. То есть вот в эту идею пока я бы с небольшим риском, как раз полпроцента попробовал бы войти и посмотреть, насколько эта ситуация получит развитие. Будет ли это сильный нисходящий импульс или буквально там 80-100 пунктов мы пройдем, и дальше цена развернется. То есть здесь такая спекулятивная идея. По австралийцу. Здесь все еще пока мы торгуемся в середине вот этого диапазона боковика, который у нас сформирован как раз январем и максимум, который мы видели в феврале, находимся в середине диапазона. Поэтому здесь равнозначно можем пойти как вверх, так и вниз. Поэтому здесь пока остаюсь без идей. Единственное, что я пробовал на прошлой неделе тоже открывать здесь покупку на продолжение как раз восходящих движений. То есть мы были чуть ниже области сопротивления, да, примерно по этим ценам. И здесь я тоже для себя пробовал заходить. Но сделка закрылась по стоп-лоссу. Немного мы переписали этот минимум, это движение было в пятницу. И пока из этой позиции я вышел. Но вполне вероятно, что пока с точки зрения часового таймфрейма у нас идет как раз нисходящее движение. То есть пока у нас движение на часовом таймфрейме идет нисходящее. Оно пока на восходящее не поменялось. То же самое по Новозеландцу. Новозеландец забрался чуть выше. Ну и вот все пока средняя амплитуда, которую мы видели как раз в мае. То есть волатильность здесь крайне небольшая. Поэтому здесь тоже нужно быть аккуратным. А золото? Вот золото как раз на фоне рисков роста инфляционных опасений продолжает расти. И уже фактически второй месяц мы идем практически без откатов с уровня 1688 до уровня 1905. Я пробовал здесь шортить как раз пару раз в течение этого месяца. Но в целом у меня эта позиция, у меня есть куплены акции Берри Голд. То есть я покупал их тоже пару месяцев назад. Как раз, когда золото было примерно в районе 1700-1750. И продолжаю удерживать эту позицию. Так как пока золото растет, то будут зарасти и акции золотодобывающей компании. И плюс там еще также уплачивают дивиденды. Поэтому здесь я диверсифицирую в том числе спекулятивные свои позиции. И также если будет какая-то коррекция, то уже буду здесь тоже пробовать заходить, чтобы нивелировать как раз то падение, которое может быть в акциях золотодобывающих компаний. Ну и теперь по индексам. Индекс май был довольно-таки волатильный. Мы видели движение там на 3-4 процента как вверх, так и вниз. То есть были довольно-таки серьезные коррекции, которые очень быстро откупали, в том числе по индексу DAX. DAX сейчас находится практически по локальным максимумам. Максимум были сформированы как раз на прошлой неделе. И сейчас небольшая коррекция здесь наблюдается. Опять же, заходить в рост неинтересно. Все-таки хотелось бы, чтобы была коррекция. По крайней мере по моей торговой системе мне нужен более плавный выход из этой коррекции, чтобы к этому движению присоединиться. Пока его не было, поэтому здесь я остаюсь тоже вне рынка. Ну и S&P 500. S&P немного не добил до локальных максимумов, которые были в начале мая сформированы. Сейчас формируется небольшое нисходящее движение, поэтому здесь тоже нужно быть аккуратным. Сейчас вот S&P находится в области сопротивления на 4220 пунктов. Соответственно, сегодня в США выходной, поэтому здесь рынок он тонкий. Нет Америки, да, в данном случае, но фьючерс торгуется. Поэтому здесь, если мы уходим ниже минимума, которые были сформированы в пятницу, то коррекция здесь может еще одна начаться, но это будет не показатель. Показатель будет то, как рынок себя будет вести уже после того, как завтра пойдут торги в стандартном режиме. Нефть марки Brent немного откупили от тех движений, которые были как раз сформированы пару недель назад до 64.71. Сейчас вновь подбираемся к области сопротивления на 70. Уже несколько раз мы подходили к этому уровню. Это уже будет, ну, фактически пятый подход. И вполне вероятно, что мы можем как раз этот уровень пробить, но я бы здесь брал паузу. Если мы уходим выше этого уровня, тогда будет иметь смысл опять набирать здесь покупки после коррекции. Ну, а вблизи этих уровней мне видится, что опять же здесь вероятность коррекции здесь будет более весомой на текущий момент. И по ключевым индексам Dow Jones есть еще запас хода. Здесь еще мы далеки от, ну, насколько возможно быть далеким от локальных максимумов. То есть, буквально там полтора процента максимумов, которые были как раз исторических максимумов, которые были в начале мая. Ну, индекс Nasdaq, он дает большего запаса просто потому, что коррекция здесь была чуть больше. И если посмотреть, то есть до локальных максимумов, у нас здесь движение там порядка трех процентов тоже, ну, не такое большое. Поэтому, опять же, здесь нужно быть крайне аккуратным, да, заходя вот и в том числе в данный актив. Но, опять же, пока общий тренд, он все еще остается восходящий. Мы все еще продолжаем двигаться в восходящей формации, но вот те опасения, которые могут дать коррекцию на рынке, они растут раз за разом. Да, у нас растет инфляция и все будет зависеть от того, как будет вести себя ФРС. Поэтому на этой неделе ждем нон-фармов, да, ждем данные по рынку труда и 15-16 июня ждем заседания ФРС, чтобы понять то, куда будет смотреть ФРС и как они будут дальше действовать со ставками с политикой как раз коричневого смягчения. Ну, а на сегодня это все. Не забудь поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Вопросы оставляйте в комментариях. А, как я сказал вначале, мы немного меняем формат данного видео. Будем пока выходить раз в неделю по понедельникам, чтобы делать такой сфотку как раз на предстоящую неделю. И, если вам нравится этот формат, поставьте лайк, напишите в комментариях. Если бы вы хотели видеть эти видео чаще, то тоже, пожалуйста, напишите в комментариях, да, какой формат для вас наиболее интересен. Возможно, уже после лета, да, в сентябре, мы немного перестроим данный формат. Ну, а на сегодня это все. Всем спасибо за внимание. С вами был Сяков Роман. Всем желаю хорошей торговой недели и увидимся в следующий понедельник. Всем спасибо за внимание и до свидания.